В Одессе 2 часа дня вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Украинские альпинисты, среди которых есть и одесситы, в числе лидеров на международных соревнованиях в Казахстане. Спортсмены проходят дистанцию в ущелье Туюксу. По итогам двух дней прохождения маршрутов наша сборная показывает лучшее время в группе Б. А группу А возглавляет команда «Казахстан-2». Я отмечу, что старший тренер сборной Украины – одессит Мстислав Горбенко. Седьмой телеканал теперь можно смотреть и по спутниковому телевидению. Наша телекомпания присоединилась к меморандуму между государственным предприятием «Укркосмос» и региональными телекомпаниями. Речь идет о создании и совместном использовании технологической телесети «Краина-ТБ». Вещание осуществляется на спутнике АМАС-7. В ближайшее время трансляция будет вестись в тестовом режиме. Начала действовать реформа Министерства обороны о переходе на новую систему питания. Третий год в Одесской области в селе Радостное находится личный состав военной части ВМС Украины. Что изменилось после реформы для обычных матросов – смотрите далее в сюжете. С 1 сентября в этой части перешли на новую форму питания. Теперь матросы-связисты получают вкусное расширенное меню. Матросы торопятся на обед. Благодаря новации в полку связи военно-морских сил создали каталог продуктов, расширили ассортимент еды, ввели фрукты. Новая система, то, что мы занимаемся с использованием каталога продуктов, у нас сближился ассортимент продовольства, более 300 номинований продовольства, что позволяет тем самым сближить номинование приготовленных страв. После аннексии Крыма личный состав военной части ВМС Украины, который остался верен присяге, передислоцировали из Севастополя в село Радостное Одесской области. Матросы застали столовую не в лучшем виде. Общими усилиями военные, волонтеры и меценаты отремонтировали столовую и поставили новое оборудование – печь, холодильники. Готовят сами матросы. Сегодня больше на обед спагетти, мясо, колбаса, сыр. Нормально, кормят вкусно. Мария Жидан, Евгений Ящменцев, Седьмой канал. Одесские правоохранители сорвали джекпот. Сотрудники прокуратуры и полиции в ходе расследования уголовного производства ликвидировали сразу семь игорных заведений. Во время обыска в помещении обнаружили и изъяли 89 единиц компьютерной техники и 60 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается. Но я напомню, только в августе этого года правоохранители ликвидировали в Одессе 32 незаконных игорных заведения. В этом году Одесский зоопарк празднует 95 лет. К юбилею подвели итоги работы за последние пять лет. Утвердили статус объекта природно-заповедного фонда Украины. Они улучшили технический отдел и провели работы по благоустройству территории парка и качеству условий содержания животных. Прежде всего, уделили внимание тем животным, которые находились в крайне некомфортных условиях. Для того, чтобы коренным образом изменить ситуацию, необходимо масштабное проведение реконструкции зоопарка. Одесскими архитекторами создан проект реконструкции зоопарка. У них же есть очень хороший проект. На этом у нас пока все. Больше информации уже в следующем выпуске. Увидимся меньше, чем через два часа в 16.00. Оставайтесь седьмым. Помните, это наш город и ваш седьмой телеканал. Редактор субтитров А.Семкин